Ребята, ну что же, добро пожаловать на чемпионат, в финал чемпионата Румынии. На фоне проносящего мимо прототипа я растерялся и забыл представиться. Меня зовут Пека. На просторах ютуба вы, возможно, видели мои спащие покатушки по бескрайним просторам длин области в России. Мне всегда было интересно лично пережить и вам показать опыт бездорожья в разных странах. Свою первую видеозарисовку я делаю на финале чемпионата в Румынии, но оказался я здесь благодаря ребятам из Молдовы. Знакомьтесь, человек с зонтом Виталий и мужчина, стурмующий крутой подъем Виктор Иванович. Я писал еще давно Беки, очень давно, насчет Грузии. Бека, конечно, в ответ нам написал локации самые красивые в Грузии. Мы приехали, встретились с Бекой. Спасибо большое. И, конечно, в ответ я хотел поблагодарить за то, что он нам открыл Грузию достопримечательность. Позвать его в Румынию, пригласить на чемпионат по Уфроуду. Какой замечательный человек. Будет возить нас по локациям и еще пугать переворотом и так далее. Пилот нашей боевки. Меня зовут Виктор. Мы катаемся с ним постоянно в Румынии. Катаемся и на триале, и на везде. Сегодня будем катать Беку. Скажи, пожалуйста, когда давно ты увлекаешься всей этой историей? Ну, это уже третий год увлекаемся этим. Ну, последние полтора-два года более профессионально уже начали. Ты на этих соревнованиях и уже был? Да, на этих соревнованиях мы уже и катаемся уже год. Стараемся места брать, получается. Вроде получается, как бы нормально. Спасибо, ребята, за приглашение и за возможность поучаствовать. Прям огромное. Всегда пожалуйста. Так что ждем и в Молдавии тоже, потому что тоже интересный чемпионат и у нас проводится. Но хотим просто и организовать и покатушкой, кроме чемпионата, чтобы было понятно. Да. Официальная часть и неофициальная часть. Да. Спасибо. Благодаря стараниям Виталия, все семь дней моего пребывания в его компании были максимально расписаны на посмотреть все, что касается бездорожья в Молдове. Так мы с самого утра заехали к Олегу в гараж, чтобы посмотреть, как живет в ПАКС-сервис. Судя по наградам, живут они не только работы. По дворе сервиса можно найти прототип с бензиновым 4.2 объема с сердцем от Ауди и патрулевскими мостами, коробкой и раздаткой. Валерий Еще на этапе осмотра прилегающих к гаражу территорий я понял, что у нас будет крайне содержательная беседа. И действительно, стоило переступить порог гаража, как беседа вокруг бездорожья пленила нас на пару часов. Можно было бы остаться хоть на целый день, если бы не запланированная вечером поездка к ребятам из Молдорейсинг, которые только-только начинают обживать гараж, чтобы дорабатывать баки клиентов под более жесткие условия эксплуатации. Завершили вечер традиционной молдавской кухни. Ясно, что Мамалыга является частью национальной кухни, но все равно полнительно было обнарочить ее за столом, как будто у себя дома в деревне. Утро следующего дня началось с объездом пробки по легкому бездорожью. Это мы спешим Виктору Ивановичу в гараж, чтобы на его автомобиле с боевкой на прицепе умчаться на чемпионат в Румынии. Перед отъездом он показал нам свою скромную коллекцию старых советских автомобилей, которых он своими руками в свободное время реставрил. Дорога до поселка Шотдинга, место проведения финала чемпионата, заняла 6,5 часов. По приезду мы разгрузились и сразу же направились на техническую комиссию, где у меня случился приступ эйфории от количества внедорожных снарядов разного калибра. Вот так бывает, когда на нормальном бездорожье не выезжал больше двух лет. Техком в основном сосредоточился на взвешивании машин. Было любопытно сравнить предполагаемый в моей голове вес с реальным. Детали машин, на которых я направляю свой объектив, возможно, представляются вам грудой металла. Однако же это ключевые компоненты для лучших результатов на соревнованиях. Неожиданно среди прототипов показался до боли знакомый автомобиль Land Cruiser 80. Можно сказать, что сток мосты. В общем, передние мосты точно сток. Я не знаю, что там двигатель, будем узнавать. Но спереди вижу интеркулер. Сейчас интересно, сколько весит. 2800. Мы лавадыги весили примерно столько. Привет, Кристиан. Привет, привет. Виталий, ты говорил, что там что? Двигатель какой? 4.5. Механика у него и компрессор брали от рендиробера. Это тот, который ты мне фотографии присылал, когда отдельно машина, отдельно колеса. Да, видео тогда к прыжке. Когда финишировал сначала колесо, потом машина. Да, он шоумен, короче. Все любят, когда он выезжает на трассе, все уже вытаскивают телефон. И именно... Ждем его завтра. Немножко интервью, ребят. Рассказывайте, вы в какой эти категории? Ну, хотели что-то поинтереснее, но получилось, что они в стиле стандарта B и приняли хотя бы в хобби. А что за машина? Jeep Cherokee. 4.0. Колеса? Колеса 33. Как давно в этой тематике? Ну, где-то пару лет есть. И это ваше первое соревнование? Здесь, в Румыне, да. Решили прямо на финал приехать, да? У нас дома были на 4, как этапы, и взяли на 3, взяли место. Понятно. То есть у вас впереди 3 дня Рубилова? Триал у вас будет или триал не будет? Тоже будет, да? Успехов. Спасибо. Пройдя техком, поселили в нашей боевке простыню, а сами поехали в гостиницу. Завтра нас ждал первый конечный день. Спасибо. Всего на финал чемпионата приехали 65 экипажей в 7 зачетных категориях. Основная разница между ними – максимально допустимый размер колес, плюс запрет или разрешение на те или иные модификации, конструкцию автомобиля. Так, для стандарта А – это заводской кузов с объемом двигателя не более 2 литров и колесами 860 мм. Стандарт Б – размер колес тот же, но объем двигателя может быть более 2 литров. Стандарт С – он же Challenge – максимальный размер 910 мм. Кстати, это самая многочисленная категория, но они все еще остаются в рамках заводского кузова. Категория Open – уже весь на пространственной раме, но на прямых мостах с максимальным размером 910 мм, как и у Challenge. Для Extreme ограничений по размеру колес вовсе нет, лишь бы не тракторные. Разрешены портальные мосты, но из-за особенностей рельефа встречаются они не на всех прототипах. Я насчитал в этой категории их формы – 4 кривых и 4 прямых мостов. Категория SSV – Side-by-Side Beetle или Бензопилист. Из-за малого объема двигателя звук выхлопа соответствующий. Категория Хобби или Хоббиты – стандартные автомобили без какой-либо подготовки. Как раз в нем поступают наши друзья, у которых мы ночью брали интервью. Прежде чем будет дан сигнал старта сегодняшнего этапа, предлагаю понаблюдать, как экипажи крутят последние гайки. Ну что, вы готовы увидеть зрелищный старт всех зачетных категорий? Три, два, один, старт! Три, два, один, старт! В отличие от GPS-ориентирования, когда участники получают лишь координаты точек и сами планируют, какие и в какой последовательности вместе их брать, здесь трек-маршрута раздают перед стартом. Экипажу не нужно придумывать стратегию. Остается лишь проехать спецучасток быстрее всех. Еще за час до старта у нас начались наши личные соревнования по поиску лучших мест для съемок. Скоро 90 левом. Я их слышу или мне кажется? Я говорю, их слышу или мне кажется? Да, да, я их слышу. Предполагаемые точки для прессы нам предоставили организаторы. Но по факту, ничего интересного на обозначенных локациях мы, к сожалению, не нашли. Онлайн-трансляция, где мы на карте видели текущее местоположение участников, помогла нам определить дальнейшую тактику действий. И парковав нашу боевку, чтобы избежать столкования с участниками, мы переключились на эхолокацию, как летучие мыши. Это опен, что? Это экстримы. Это опен. Он возле нашей машины проехал. Проехал возле машины нашей и вниз спускается к дереву. Из-за холмистого рельефа и отсутствия у нас крыльев, как и летучих мышей, передвигаться было крайне сложно. Не получается, включи блоки. К счастью, организаторы, благодаря настойчивости Виталия, поделились с нами своими кадрами, что дало возможность подробно осветить первый день соревнований. Прежде чем показать вам кадры интересных моментов в лесу, которые любезно предоставили организаторы, хочу сыграть с вами игру на наблюдательность и логику. Обратите внимание, как отрабатывает неровность подвеска кузовных автомобилей против прототипов на пространственной раме. По вашему мнению, какая из двух категорий на данном участке работает лучше и почему? Некоторые из прохватов я специально заметил, чтобы вам удобнее было рассмотреть. Ваши варианты – просто писать в комментариях. Самый развернутый, залайканный и правильный вариант получит от меня подарок – футболка с доставкой до двери. Добро пожаловать в осенний лес. Здесь, на примере двух типов препятствий, таких как поперёк лежащее дерево и канала с водой, понаблюдаем, кто лучше справится – прототипы или ССВ. Рассуждая теоретически, в гараже Молдорейсинг я честно топил за прототип. Ну что же, посмотрим на деле. Выбрав неправильную траекторию, у прототипа при выезде из канала принос застряла между колёсами, что, как следствие, стоило ему дополнительных затраченных секунд на высвобождение. ССВ справится с участком быстрее. Дальше его ждёт поперёк лежащее дерево. После трёх неуспешных попыток переезда ходом, экипаж принимает решение перевалиться за препятствия на лебёдке. А вот прототип, что боролся с бревном на выезде из канавы и магнув глазом перепрыгивает препятствия. Как итог, суммарно из двух засад прототип теряет меньше времени. Для большей статистики посмотрим подряд ещё несколько заездов двух категорий, чтобы выявить победителя. Судя по увиденному, победа за прототипами. Им копилку лёгкий переезд лежачего дерева. Это неудивительно. Большой диаметр колеса делает своё дело. Но справедливости ради были и ССВ, которые также легко перескакивали за препятствия. Как итог данного сравнения – ничья. Важно отметить, что прототипы были из класса опыт, то есть не самые заряженные. Да и ССВ есть куда тюниговать. До того, как мы по факту разочаровались в точках для прессы, предоставленной организаторами, я воображал такую локацию, как раскисший, затяжной, крутой подъём, в подмёжье которой хихикиют толпа фотографов и видеографов, ожидающих прибытия очередного участника, дабы заснять первые самостоятельные, неудачные попытки заехать гору без лебёдки. А исчерпав надежду на быстрое одоление подъёма, увидеть, как штурман совершает свой спринтерский забег на четверенках до вершины препятствия, чтобы зацепить трос лебёдки, тем самым поставив точку в одолении препятствия. Судя по кадрам, которых вы сейчас видите, такой крутой подъём с оператором, правда на вершине, всё же оказалась реальность. После преодоления подъёма, второго экипажа ждал сюрприз при переезде с заваленного дерева. Села в полтора оборота, приземлившись на бок, водитель не растерялся, втопил и поставил машину на четыре колеса. После короткого ремонта задней лебёдкой вытащили себя и поехали дальше. Первый день финала чемпионата подходил к концу. Мы решили поехать обратно в лагерь. Потихонечку экипажи возвращаются, начинается любимый процесс чинить, кушать. В общем, готовятся к завтрашнему дню. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! Для создания данной видеозарисовки я в течение трёх недель просмотрел 44 часа материала. Написал сценарий, монтировал, работал над звуком, занимался цветокоррекцией. Только ваша поддержка в виде лайков и распространения данного видео определяет, будут ещё подобные выпуски или нет. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! На второй день соревнования пошел долгожданный дождь. Конечно, неудобно и неприятно было мокнуть под дождем, но влажная земля – залог зрелищной картины. В течение часа мы только и видели, как мимо нас проносятся экипажи из категории «Оупен» и «ССВ». Им, к сожалению, не нужно было покорять крутую горку, у которой собралась толпа зевак и операторов. Только через час ожидания сквозь деревьях показался экипаж из категории «Экстрим». Если в мире бездорожья вам нужно будет отличить мальчика от профи, обратите внимание, какое количество попыток преодоления препятствий своим полем тот совершает перед тем, как размотать лебедку. Как думаете, почему профи разматывает ее сразу после первой неудачи? А новичок не прекращает попытки преодолеть самостоятельно. Первая машина на этом адовом подъеме. Дождь намочил. Недостаточно, но, тем не менее, при небольших ходах автомобиль не мог заехать. Они действуют по-умному. Попробовали, дальше цепляют. Сложность подъема не в том, чтобы просто на газах дать. Здесь есть выступ, если заехать в одну сторону, потом в следующий. Почти в 90 градусов, как стена. Поэтому принцип лебедки, мне кажется, наиболее оправданным. Я особо не стараюсь. Знаю, что сложно. Сейчас, наверное, выскочит штурман и зацепит ребенку. Или будет пробовать. Да. Штурману тоже нужен полный привод. Штурман. Пока мы снимали экипажи на данном подъеме, где-то рядом в лесу были слышны дикие, продолжительные ревые двигатели. Данный факт свидетельствовал о сложном препятствии. Учитывая местный рельеф, скорее всего, это был длинный затяжной подъем, по которой пробовали ходом подняться участники. Для поиска локации, Виталий ушел на разведку и, спустя полчаса, с помощью крика через лес, сообщил мне с Виктором Ивановичем, что нам обязательно нужно на это посмотреть. Мы пошли по направлению к шуму. В начале это был небольшой подъем, с резким спуском почти 90 градусов. С резким спуском почти 90 градусов. С резким спуском почти 90 градусов. Опять подъем, но больше, чем предыдущий. И в конце подъем Босс. Объезжающий маневр называется. Ничего страшного. Такие хорошо, когда звери лебедки. Через крышу протянули. Да, да. Тем временем Виктор Иванович нас догнал. Заблокировал? Да. А можно попросить тебя в эту ямку встать, чтобы зрители поняли, какая там глубина? Данное препятствие невозможно преодолеть ходом на гражданском автомобиле из-за особенности подвеска. А вот прототипы пролетают ее почти незаметно. Как думаете, почему? Обратите внимание на болтающуюся стропу с задней части прототипа. Там должно быть запасное колесо. Ребята при подъеме ее потеряли, но пока об этом не знают. В кустах притаилось колесо. Мы нашли, который от 7 лет. Раз мы недалеко решили ребятам колесо привезти. Да, слушай, вообще новое. Никогда не ставили. Это Максис Трепадор. Что называется? Шина? 38. А, 38. 38 с половиной. 12 с половиной. Споймали мы его вообще. Это трофейная вообще? В смысле возвращать? Садись трофейной. Открой дверь. Ха-ха-ха-ха. Я там детская сидушка. До того, как мы перенесемся в третий день на триальной части финала чемпионата Румынии, хочу подытожить увиденное. На контрасте с обилием воды, болот и слабонесущих грунтов в Ленинградской области в России, тут в Румынии. Не обязательно наличие портальных мостов, чтобы быть лидером. Прямые мосты с 42-ми колесами вполне привезет вам первое место. Нет необходимости положительной плавучести. Да и в целом машину под воду особо не готовят. Нужны мощные моторы, чтобы брать затяжные подъемы. Утро заключительного дня этапа чемпионата выдался солнечным. Наконец-то после двух дней ожиданий Виктор Иванович с Виталем в выступе тоже на Итриале. Спецучасток с контурами носорога расположили в овраге, неподалеку от базового лагеря. Во всю идет подготовка к прямой трансляции соревнований в YouTube. Аж с шести камер. В целом с точки зрения съемок и освещения бездорожья в Румынии все очень круто. Виталий вообще считает, что по популярности спорта они номер один в Европе. Перед стартом экипажи докручивают последние гайки и ходят пешком, чтобы ознакомиться с трассой. По окончанию разведки я решил у ребят выяснить, что они думают про спецучасток. То есть ленточки узко, да? Узко, как много бугорков, подъемов много. Есть такие косые бугорки и медленно. Вообще нет, скорости вообще не будет. Будет скучно? Что думаешь? Для тебя будет нормально. Будут опрокидающие, поворот еще будет. Идалий, что думаешь? Мне не нравится, она скучная трасса. Потому что медленно? Медленно, да. Нам нравится больше, когда скорость. Тут угловыми пользоваться. А тут мало места, где угловые понадобятся. Только на задней блокировке постараемся. Потому что у нас ход по-двеске маленький. Нам только блокировка поможет. Остальное ничего на этой трассе. Открылся. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Всего пару заминок на трассе отбросило ребят на третье место. Фаворит бензиновая 80-ка с компрессором занимает второе место как в трофе, так и в триале. А вот наши подбиты оказались в конце списка по обоим дисциплинам. Помните экипаж, которым мы запасное колесо подобрали? Удивительно было узнать, что у них с 1,8 литра резиновые веселья снято 350 лошадей. При всей моей большой любви к бездорожью, никогда не ездил на подобной технике. В целом, если довериться водителю, то ехать ней не страшно. Из каких автомобилей это геарбокс? Это лисипажер. Это логиер. Логиер. Уставшие, но довольные загрузили прототип на прицеп и поехали обратно в Молдову. До кровати в Кишиневе мы доберемся лишь к 3 часам утра. Но данный факт не помешает нам в тот же день пройти около 10 километров по столице. Утром следующего посмотреть на старый архей. Вечером собраться на внедорожный пикник. А ночью, спустя 7 безумно насыщенных приключениями дней, вернуться домой в Белиси. Спасибо Виталию за приглашение. Гостеприимство. Организацию моих приключений. Виктору Ивановичу за возможности гостеприимства. Олегу из Ваксервиса за веселый прохват на прототипе. Валерию за эротические истории технического характера. Ребятам из Молдорейсинг за Зики Ржач в гараже и Миллер. Григорию за экскурсию в парламент. Ребятам, чьи имена я не запомнил, но еле и за одним столом. Безумно круто было провести со всеми вами время. Жду вас к себе в гости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова